всем привет с вами снова гараж тюнинг и сегодня мы начинаем новый проект под названием марине у нас есть апреля sr50 во втором кузове кто не знает фоточка здесь вот собственно говоря будем тюнить это проект будет не такой задростки как мой rocks не будет всяких приблуд всяких много тратений денег и так далее это будет вполне себе такой небольшой спорт конфиг то есть у нас будет спортер и рейсинг cpg потому что только так я могу назвать то есть алюминиевые цилиндры с двухколечной поршней по-другому нельзя сказать что это рейсинг но и в то же время это чуть-чуть выше чем спорт поэтому вот как то так у нас будет мультивар вариатор малось мультивар достался мне уже в комплекте но это для тех кто не знает как он выглядит вот что-то упало он хорошем состоянии уже посмотрел вот у нас паучок ролики чем не нравится мне малось мультивар на марине тем что здесь очень тоненькая втулка обратите внимание снова такая вот тоненькая втулочка сейчас показать вам нечего для примера но обычно втулка раза в два толще ну в принципе не думаю не так страшно они все таки молоси не дураки думаю они там рассчитали значит по конфигу еще раз что у нас будет на априльке это молоси мультивар 21 карбюратор phbg долор то дальше у нас cpg класса racing но не знаю как его можно назвать racing когда в ней ну колечная поршневая ну в общем пусть будет racing aerosal 70 кубиков сюда же у нас до кучи будет тюнингованный вал полнощеки moto force racing вот сложно было достать на самом деле именно тюнингованный коленвал они какой-нибудь там вот то есть данном марине вообще это у нас suzuki leds 1 уж точно это сепия также в общем ну и некоторые разновидности suzuki katana как я понял это у нас движок с водяным охлаждением то есть вот это то что подходит шатун не внушаю кстати доверие вот такой тоненький маленький муж конечно так и нужно вот ну вот как выглядит вал у нас здесь есть резьба под маслонасос на нас насос у нас не будет но я думаю это в принципе не страшно всякие биение коленвал и так далее проверять не буду но это совсем я считаю задротничество это только только для мега рейсинг cpd поэтому обойдемся так сказать без этого дальше что значит у нас еще будет данном мопеде в данном заряде у нас будет домик молоси вл-14 собственно я его забираю срокса домики и подходят я думаю что раз уже показывать его не стоит но для тех кто не знает не видел общем это мало молоси вл-14 он подойдет нам сюда в качестве впуска карбюратор есть вариатор есть ремень здесь вот такой вот top performance вот ну немножко так он уже подустал конечно же блемки стерлись надписи ну я думаю это тоже в принципе не страшно ну и да один из таких проверочных моментов как проверить ремень каком состоянии это вывернуть его немножко наизнанку в данном случае можно посмотреть что некоторых местах он начинает уже немножко репаться то есть вот если вы посмотрите вот на это стоит обратить внимание по потому что ремень как бы это тоже один из расходников за которым нужно следить и который нужно менять чтобы у вас не получалось вот примерно как вот тут дальше значит я располовинил уже картер первое видео я снял но получилось честно сказать не очень себе я будучи наивным парнем взял съемники от мины начал колдовать с ними но что-то ничего мне не получилось и в помощь ко мне на помощь ко мне пришел чудо молоток как говорят без кувалды не обойтись вот и собственно я просто выбил старый вал сейчас его где-то тут найду кувалда мне в общем помогла немножко но я так конечно же постарался аккуратненько да значит по поводу движка я думаю как снять его с рамы вы и так все прекрасно знаете если у вас друг марине и так далее ну в общем то я думаю это несложно потом вытаскивается так называемый вот это вот я так называю подушка то есть крепление то крепление которое крепится собственно картер кроме то есть он такая вот железка фиг знает как вы там правильно назвать в общем вот этот ерундень которым не вообще не хотел вылазить она вся зажирела закисло общем я тут смазывал там в дэшками и так далее вот пытался его выбить вытащить то здесь два стопровных кольца обязательно про них не забывайте не выкидывайте не выбрасывайте они вам пригодятся дальше значит по конфигу я сказала значит спортер рейсинг cpg двухкалечный rsal вот то есть вот так вот она выглядит и кто фотографии в группе закидывал подписывайтесь кстати на группу все новости интересности обычно выкладываю первым делом туда значит вот поршень у нас похож на поршень какому-нибудь молосе спорт это очень похож стрелочка на выход как всегда показывает двухкалечная по воду подшипников подшипники у нас стояли здесь разные это говорит о том что их уже скорее все меняли первый подшипник это факт вот такой подшипник корея вот второй подшипник у нас сам себе вот как я понял говорят что это китайский якобы бренд но в общем то за подшипники это отдельная история сейчас тоже расскажу значит размер подшипников у нас здесь значит подшипник со стороны вариатора 52 13 25 подшипник значит стороны зажигания у нас получается 47 на 47 на 14 и 47 14 на 20 в общем вот такие вот два подшипника сальники тоже здесь разные если у вас есть маслонасос то вам нужен еще дополнительно один сальник если у вас маслонасоса нету тогда вам достаточно просто двух сальников размеры тоже которые вам сейчас скажу значит подшипники как сказал уже разные которые уже шумящие вот их так крутишь и в принципе это четко слышно вот по качеству и так далее сказать не могу буду ставить новые вот а вот что по поводу сальников значит два сальника у нас здесь стоит маленький со стороны генератора это у нас 17 на 27 на 7 вот сальничек со стороны генератора а со стороны вариатора это у нас 25 на 37 на 6 вот такой вот вот сальники я немножко со стороны вариатора который взял немножко другой он более шире но я думаю это в принципе не страшно сегодня значит будем собирать буду ставить подшипники греть половинки я сделаю способом в общем нагрел половинку вставил подшипник нагрел вторую половинку тоже вставил подшипник вставлю вал в одну из половинок и дальше нагревом подшипника и второй половинки одену обе половинки затянул закручу вот в принципе и вся сборка но естественно заранее промазал герметиком нужно не забыть промыть подшипники потому что то смазка которая там есть она его попадает карта на пространство поведет cpg хрен его знает какая там смазка поэтому лучше вымыть продуть как бы все это дело из подшипников убрать да не забудьте про вот эти заглушки так сказать подшипники закрытого типа нужно их убирать иначе вот подшипник как бы будет хоть и в своей смазке но так как у нас двухтактная техника подшипник должен смазываться тем что есть вот тем более в картре есть специальные канавки под это дело поэтому не будем принять пренебрегать данным вариантом берем подшипник просто загоняем бензинчик и хорошо хорошо щеточкой мы его промываем с обеих сторон чтобы вся смазочка у нас убежала что-то какая-то ядерная прям смазка ни в какую не хочет улетать греем нашу половинку маринка повторюсь у меня инжектор на вот если вы видите тут вот такая заглушечка стоит но я думаю на работу двигателя это не повлияет как то вот так подшипник сел вроде бы даже плотно но отсюда вот этой стороне вот видно что он сел до конца это в принципе самое главное то что то что нам и надо вот как то так ну что греем вторую половинку пробуем вот так вот как то получилось наш подшипник сидит я смотрю в принципе все все ровненько все хорошо теперь второй этап и горян поможет подогреть вот почти до конца потом его втяжкой сейчас промажу герметиком эту половинку все аккуратненько все стыки предварительно обработаю обезжиривателем вот промажу эту половинку когда уже буду эту ставить вот потом буду болтами болтами уже втягивать вот так вот аккуратненько в небольшой слой вот сейчас будем греть вторую половинку и одевать друг на дружку все это дело так ну что поехали с помощью хитрых устройств дяди игоря мы как-то потихоньку закручиваем в общем вот такая вот комплект из трех подшипников и шайбы которую вот превратилась такой вот уже какое-то непонятного форму тарелки вот мы затянули вал то есть я вот так подставлял эти три подшипника одевал сверху шайбу сначала два подшипника потом третий гайку и потихоньку затягивал затягивал придерживая через шатун как бы шатун коленвала упирая в картер и так потихоньку потихоньку очень аккуратно потому что это дело такое очень опасно и ну сейчас в принципе я вам покажу как это было берем такой вот переходничок и думаю всех в инструменте он есть вставляется это дело вот сюда вот шатун вот ставится несколько подшипников вот сюда и берется гайка которая как бы у вас в комплекте вот то есть мы это дело подкручиваем таким образом вот что сейчас вам продемонстрирую вот мы упираемся аккуратненько вот это вот насадкой переходником и начинаем просто затягивать когда остается примерно несколько там там миллиметров вы уже вставляете шпильки которые идут в комплекте уже затягивать ими вот уже до конца